МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут корреспонденты национального телевидения Чуваши и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре большегруза и внедорожник. Есть жертвы. На трассе М7 произошло крупное ДТП. Достойная жизнь в доступной среде. Правительство Чуваши обсудило меры поддержки инвалидов. Новоселье в Рыкше. В Чебоксарском районе восстанавливают экологическое равновесие. Сегодня в Чувашии произошло крупное ДТП с участием пяти машин. На участке федеральной трассы М7 столкнулись четыре фуры, и легковая иномарка. Для водителя-внедорожника эта поездка оказалась последней. Девятого октября около 9 часов 30 минут на федеральной трассе М7 между населенными пунктами Лапсара и Карачуры произошло крупное ДТП с участием четырех большегрузов и внедорожника. По словам водителей, три фуры двигались в сторону Карачур одна за другой. За ними следовал кроссовер Сузуки Гранд Витара. По предварительной информации, в какой-то момент на дороге возникло небольшое затруднение движения. Больше грузы и иномарка стали притормаживать. Водитель четвертой фуры со ставропольскими номерами, следовавший за ними, похоже, не заметил этого и скорость не сбросил. Фура практически влетела в кроссовер и буквально раздавила его. Сузуки занесло под грузовик, а дальше последовала цепная реакция. Водитель иномарки погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается. В салоне кроссовера обнаружены документы на жителя Чувашской республики. Мужчину 54-го года рождения. К другим новостям. О проблемах инвалидов в России говорят в последнее время на всех уровнях. И Чувашия не исключение. В республике особое внимание уделяется созданию доступной среды и достойных условий жизни для людей с ограниченными возможностями. Действует специальная целевая программа и меры по поддержке инвалидов, в том числе и в их трудоустройстве. Сегодня на заседании Кабинета министров говорили о том, что еще необходимо сделать в этом направлении. Законопроектом предлагается внести в статью 2 закона Чувашской республики дополнение, предусматривающее установление код работодателям численности работников, которых составляет не менее 35 и не более чем 100 человек в размере 1,5% от средней списочной численности работников. Это будет 1 человек. На данный момент в республике более 2200 предприятий с численностью работников не менее 35 и не более 100 человек. Соответственно, после принятия закона появятся условия для трудоустройства более 2000 инвалидов. В стратегию социально-экономического развития Чувашии до 2020 года внесены изменения и в приоритетные направления развития. Инновационная политика, повышение эффективности агропромышленного комплекса, развитие строительного комплекса, развитие потенциала транспортной и инженерной инфраструктуры и других. Сейчас включены 22 перспективных проекта, которые будут реализовываться с общей суммой больше 300 миллиардов рублей. Один из самых больших проектов – это магистраль Москва, Казань, Екатеринбург. О деятельности Министерства сельского хозяйства республики отчитался заместитель председателя кабинета министров Чувашии Сергей Павлов. В своем докладе он отметил, что благодаря государственной поддержке удалось сохранить тенденцию роста сельскохозяйственного производства, который за последние три года составил 4%. А производительность труда в хозяйствах республики за последние три года увеличилась в 1,4 раза. В целом республике выполняется основное направление определенной доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по обеспечению основными видами продовольственной продукции, потребляемой населением республики за счет собственного производства. Кроме того, Сергей Павлов отметил, что Чувашия является лидером среди субъектов России по объему кредитных ресурсов. Общий объем их за последние шесть лет составил свыше 15 миллиардов рублей. Льготными кредитами воспользовалась каждая третья семья, ведущая личное подсобное хозяйство. Причем многие из личных подсобных хозяйств затем сумели перерасти в более крупные производства. Михаил Игнатьев подтвердил, что государственная поддержка сельскому хозяйству будет сохранена. Что же касается полученных льготных кредитов, то если хостоваропроизводители республики, находятся в числе лучших заемщиков. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика. Делегация Чувашия вернулась с 14-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 1700 делегатов и гостей, в том числе около 600 представителей первичных отделений «Единая Россия». Вопросы, которые рассматривались на съезде, предлагали рядовые члены партии. Лидер партии, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на форуме, подчеркнул. Съезд проходит после недавно завершившейся избирательной кампании, в ходе которой партия еще раз доказала, что пользуются авторитетом у избирателей. Убедительные примеры есть в каждом регионе. На самом деле во всех регионах политическая партия «Единая Россия» победила. Партия народная, партия реальных дел, нам надо, не отрываясь от наших жителей, от наших избирателей, показывать надо, что эта партия на самом деле конкретно работает на благо жителей Чувашской Республики и всей Российской Федерации. В мероприятиях съезда участвовала представительная делегация Чувашской Республики. Из них пять секретарей-первичек. Один из вопросов – обсуждение партийной дисциплины. «Нужно сказать о том, что те вопросы, те темы, которые поднимаются на площадках, они сегодня очень актуальны. Здесь нужно признать, что партия «Единая Россия» не уходит, не снимает с себя ответственность. Все те социально значимые вопросы, они поднимаются. Это вопросы с ЖКХ, это бюджетная сфера, заработная плата и многое другое». Обсуждали на форуме и исполнение майских указов президента России. Министр здравоохранения Вероника Сказанова, Кварцова рассказала, что в больницах сокращается дефицит врачей, но по-прежнему не хватает медсестер. «Были встречи с министрами, было очень много вопросов неудобных для министров. Но при всем при этом, как уже было сказано, эффективность присутствует. И, конечно же, если говорить о том, что нас ждет, мы рассчитываем, что будет подведена объективная дана оценка работы партии, будут поставлены новые задачи, цели». Почти век на службе, чтобы любимый город мог спать спокойно. Уголовному розыску исполнилось 95 лет. Им приходится сидеть в засадах и устраивать погони. Они ловят тех, кто совершает грабежи, разбои и убийства. Если бы на страже нашей жизни не стояли сотрудники уголовного розыска, это наверняка ощутили бы многие. В минувшие выходные бойцов невидимого фронта поздравляли в филармонии. В Чувашии в уголовном розыске служат несколько сотен человек. А преступления, которые они раскрыли с начала года, исчисляются тысячами. Самых-самых наградили. 12 сотрудников получили премии, 52-м объявили благодарность. Также в этот вечер вместо поиска преступников оперативники смогли отдохнуть и посмотреть концерт. В управлении Федеральной миграционной службы по Чувашии новое назначение. Главой УФМС стал 42-летний полковник внутренней службы Виталий Черничкин. До этого Виталий Черничкин работал заместителем руководителя УФМС по Нижегородской области. Приказ о его назначении начальником управления Федеральной миграционной службы по Чувашии был подписан 25 сентября. Первое громкое дело при новом руководстве связано с выдворением из Чувашии 48 нелегалов из Индии, Марокко, Шри-Ланки и Таджикистана. Напомню, что в одном из торговых центров Чубаксар иностранцы организовали выставку продажу товаров из Индии, до этого побывав в ряде городов России. Но, как оказалось, торговля была незаконной. Напомню, предыдущий руководитель УФМС по Чувашии Леонид Дружинин был уволен с должности 1 июля 2013 года после возбуждения уголовного дела. Его обвинили во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении, служебными полномочиями и подлоге. Наша телекомпания стала патриотом России. Вернее, победителем в конкурсе с таким названием. О дереве дружбы программе, которая рассказывает о Чувашиях, живущих за пределами республики и национальных общинах, которые обосновались Чувашием, теперь узнают далеко за пределами региона. Эта передача заняла третье место в номинации «Мы россияне». Конкуренция была жесточайшая. В конкурсе участвовали 69 регионов, более 2,5 тысяч проектов и сильнейшие федералы. Первый канал – Россия НТВ. Однако дерево дружбы передачи проросло на пьедестале почета. Награждать победителей будут в Белгороде в конце октября. У каждого человека осень вызывает свои ассоциации. Для Александра Пушкина это унылая пора, а чье очарование. А для наших современников, возможно, теплый плед и горячий чай. Осенний изобилие красок вдохновляет художников на создание шедевров. В эти дни в Центре современного искусства проходит выставка «Осень-2013». На выставке представлено более 100 картин. Среди авторов известные чувашские художники Ревель Федоров, Андрей Анохин, Константин Долгашов, Миша Григорян, Геннадий Козлов. В этих картинах органично сочетаются осенние мотивы и национальный колорит и культура чувашского быта. Посетители по-разному оценивали выставленные работы. Кто-то восторженно уходит и не записывает отзывы, кто-то... Ну, по-разному, люди же разные бывают. И, к примеру, художник, когда пишет один и тот же мотив, два художника, к примеру, да, стоят и на пленере пишут, ну, к примеру, вот этот мотив, да, мы видим с собачкой и прудом. От настроения, с которым пишет картину художник, может зависеть настроение зрителя. Яркие броские цвета на полотне обычно привлекают больше внимания. Увидеть картины могут все желающие. Выставка продлится еще год. Екатерина Сосновских, Евгений Анисимов, Республика. Аномальное количество осадков, выпавшее в сентябре, испортило не только настроение жителям республики, но и экологию. По метохранилище птицефабрики Юрма не выдержала нагрузки, произошла утечка содержимого в реку Рыкша. Это привело к гибели рыбы. Администрация птицефабрики нашла выход из сложившейся ситуации и заселила речку новыми обитателями. Не все мальки благополучно добрались до нового места обитания. 10% переселенцев погибли при транспортировке. Остальные же 2500 обрели новый дом. По решению нашего руководства о агрохранке Юрма было принято решение о компенсации нанесенного нами ущерба экологического состояния водных ресурсов. Для этого были закуплены мальки рыбы карпа в количестве 10 тысяч экземпляров. В данный момент мы как раз находимся на водоеме, расположенном близ деревни Пикшики. Произведен пуск мальков рыбы в данное водохранилище в количестве 2500 штук экземпляров. Остальные экземпляры будут запущены сегодня же в этот же день в равных количествах. Это водохранилище Плотина Побоя и близ лежащих водохранилища Кугезь. Эти водоемы имеют большое значение для деревень, находящихся поблизости. Пруд могут использовать и пожарные машины. Здесь отдыхают и местные жители. Поэтому сохранить их в первозданном виде необходимо, считают представители администрации сельского поселения. Мы считаем, что запуск мальков именно в эти три пруда деревни Хуруных и Пикшики, вот эта и деревня Самукова это самый оптимальный и правильный выбор. Потому что все эти три пруда непосредственно впадают, вытекают в реку Рыкшо. И тем самым и мальки в дальнейшем окажутся в реке Рыкши. Мальки запущены, борьба за выживание начинается. Но это только часть работы, которую провели представители птицефабрики Юрма по улучшению экологии. В их планах воплотить в жизнь проект нового пометохранилища, который разработан с учетом современных технологий. По словам представителей птицефабрики, начнет он свою деятельность летом 2014 года. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова